Продолжение следует... О том, что вино – это дар. Дар человеку свыше. Раскрыть тайны виноделия взялся искатель и путешественник Андрей И. Он установил, что вино обладает уникальными свойствами и даже способно бороться с такой болезнью, как рак. Но чтобы вино действительно могло помочь человеку, оно должно быть сделано с соблюдением всех необходимых тонкостей и правил. Иначе может нанести непоправимый вред. Цель Андрея – рассказать обо всех этих тонкостях. В предыдущей серии мы пытались выяснить, какое вино лучше – то, что сделано на заводе, или то, что создано в условиях частной винодельни. О-о-о, Андрей Фёдорович, дорогой. Здравствуйте. Здравствуй. Как я рад тебя видеть. На счетке. Да? Проходи. Ошибательно. Среди ценителей вина есть мнение, что виноград, переработанный в промышленных пеховьях, теряет часть своих свойств. Мы попробуем проверить, как ли это. Но для этого нам одновременно придется находиться сразу в двух местах. На заводе и здесь на винодельнике. Бытует мнение, что на больших заводах, особенно в России, вино не может быть полезным. Причина этого якобы в том, что на предприятиях используют химикаты. В конце предыдущей серии мы выяснили, что препараты действительно применяются в крупных винодельческих хозяйствах. Андрей на свой страх и риск принял решение донести эту информацию до широкой общественности. Вопросы о применении химикатов в производстве вина. У меня в руках химикат с угрожающим названием метабисульфиталия. Для того, чтобы продемонстрировать его применение, надо подняться вон туда, наверх, в резервуарке. Невинные открытия Андрея Иванова Пятая серия Традиции против машин Продолжение схватки Частная винодельня Свой рассказ мы продолжим отсюда. Прежде чем отправиться на завод и дать возможность Андрею рассказать о применении химикатов в промышленном производстве, напомним, как вообще возник вопрос использования химии. В предыдущей серии мы установили, что без химических препаратов даже в частном виноделии просто не обойтись. Химия нужна для того, чтобы уничтожить кислород в тех емкостях, где находится вино. Дело в том, что вместе с кислородом в вино попадает множество различных бактерий, способных пагубно повлиять на напиток. Частный винодел Янис Каракизиди использует древний метод уничтожения вредных бактерий. В качестве химического реагента он применяет серу. Это процесс окуривания бочки. Перед каждой процедурой, перед каждым этапом бочки обязательно нужно ее окурить, как делали наши деды. Это небольшое дозирование, небольшая прививка для вино. Окуривание бочек действительно абсолютно безвредный способ уничтожения бактерий. Это очевидно. Продукт горения серы не соприкасается с вином. Он взаимодействует с воздухом в бочке. Что же происходит на крупном предприятии? Давайте, наконец, выясним это. Но чтобы до конца понять механизм применения химического порошка, о котором говорил Андрей, необходимо рассказать об одной особенности производства вина в больших резервуарах. Виноделы заполняют резервуары вином не до конца, оставляя так называемую воздушную подушку. Дело в том, что во время брожения под действием температуры объем вина в емкости может либо увеличиваться, либо уменьшаться. Именно из-за этой особенности и приходится применять порошок со страшным названием метабисульфит калия. Мы находимся на вершине резервуара с вином. Это, по сути, клапан. Если по тем или иным причинам давление внутри резервуара увеличивается, то излишки воздушной подушки выходят наружу через этот клапан. Это не страшно. Но вот если давление там уменьшается, то внутрь устремляется свежий воздух с кислородом, а кислород губительно сказывается на вине. Для того, чтобы химически нейтрализовать поступление туда кислорода, в клапан, только в клапан, а не в сам резервуар, насыпается метабисульфит калия. Он мешает поступлению кислорода внутрь резервуара. Он препятствует контакту кислорода с вином. Как мы видим, и здесь, на большом предприятии, вино во время брожения остается в безопасности. С метабисульфитом калия оно не соприкасается. Технология по сравнению с частным виноделием более современная, на вид более страшная, однако на деле ничем не хуже. С использованием химикатов в производстве вина мы разобрались. Однако виноделы применяют химические вещества не только тогда, когда вино разливают в бочке. Каждый год препараты применяются в поле, еще до переработки винограда. Перед тем, как собрать ягоды, виноградники опрыскивают различными химикатами. Причем происходит это как на частной винодельне, так и в большом хозяйстве. Делают это, конечно, не ради удовольствия, а пользы для... Для чего необходимо опрыскивание винограда? Многие по незнанию считают, что опрыскивание – это удобрение для улучшения качества винограда. На самом деле, конечно же, это не так. Опрыскивание нужно для борьбы с вредителями, а, поверьте мне, вредителей у винограда немало. Давайте поближе познакомимся с ними и заглянем в их бесстыдные, полные ненависти к человечеству глаза. Добро пожаловать в ад. Сейчас мы покажем вам тех, кто уже несколько столетий является самым страшным ночным кошмаром виноделов. Знакомьтесь, виноградный паутинный клещ, он же виноградный зудень. Этот маленький гад появляется на зеленых частях лозы и поедает все, что попадается ему на пути. С наступлением температуры выше 13 градусов он приступает к ладке яиц. Через 5-6 дней рождаются личинки и начинают питаться самостоятельно. Результат – смерть виноградника. Клещ европейский красный. Этот вид клеща вредит чаще всего яблони. Однако в последнее время его наблюдают и на винограднике. Поражая виноград своим смрадом, этот паразит лишает листья фотосинтезирующей способности. В невооруженном глазах единичные кладки личинок рассмотреть невозможно. Итог – виноградник погибает. И, наконец, филоксера – самый опасный вредитель винограда. По сути, виноградная тля. Эта зараза очень хитрая. Скрываясь от правосудия, насекомое в течение жизни несколько раз меняет свой внешний облик. Если филоксера инфицировала корни растения, то можно смело играть винограднику. Похоронный марш. А теперь поспешим всех успокоить. Без паники. В России всех этих гадов фактически нет. Всё потому, что наши бдительные виноградари их нещадно уничтожают. Делают они это при помощи химии. Ну, такой, доброй химии. Правда, на частной винодельне химикаты используют в меньших количествах, чем на больших предприятиях, поскольку меньше самих виноградников. За ними проще проследить и уничтожить вредителей, что называется, взородыши. Каждый винодел сам решает для себя. Прибегать ли к химии для достижения высоких результатов или получать пусть в меньшем количестве, но абсолютно экологически чистую продукцию. Но нужно понимать, что если в частном виноделии можно как-то ухитриться сохранить урожай, потратив на это всё своё время, то в промышленных масштабах, конечно, это невозможно. И тут возникает вопрос. А насколько опасно для здоровья человека применение химикатов? Я тщательно изучил эту тему. И результаты меня удивили. Опасения по поводу опрыскивания винограда не имеют под собой решительно никаких оснований. Подавляющее большинство препаратов для опрыскивания ни в коей мере не влияют на качество конечного продукта. Для примера сорву одну бубочку. Опасность возникает, когда мягкая фруктовая кожица уже созревшей ягоды имеет микротрещины. Вот через них внутрь могут проникнуть опасные для человеческого здоровья пестициды. Поэтому виноград опрыскивают за 20-30 дней до созревания ягод. Когда плод еще не созрел, и его кожица не может треснуть. Вот такое удачное решение за благовременное опрыскивание. И все. И проблема с вредителями решена. И для человека все осталось безопасным. Как говорится, все гениальное просто. Итак, наши исследования о том, где производится лучшее вино на крупных предприятиях или на частных винодельнях, пока не дают однозначного ответа. Везде свои особенности и свои подходы к решению проблем. Победителя выявить довольно трудно. Однако, есть одно интереснейшее обстоятельство, которое может разрешить этот спор раз и навсегда. Причем, в пользу микровиноделов. Существует мнение, что на больших винзаводах сплошь и рядом практикуется изготовление вина вообще не из виноградного сока, а из сублимированного продукта. Проще говоря, из порошка. Наблюдать за тем, как рождается вино, безусловно, увлекательно. Но многие считают, что иногда процесс производства вина выглядит примерно вот так. Это напоминает растворимый порошковый лимонад, популярный в 90-х. Как и из чего делается порошковое вино. А самое главное, как отличить его от натурального. Сегодня нам предстоит настоящее расследование. Для начала необходимо отметить одну очень важную деталь. Благодаря установившимся, в том числе и в нашей стране, мировым стандартам, информация о том, из какого сырья сделано вино, всегда указывается на этикетке продукта. Этой информации стоит доверять, поскольку в каждой стране она контролируется соответствующими органами довольно жестко. С другой стороны, если вино было сделано из порошка на этикетке, вряд ли удастся найти об этом прямое указание. Скорее всего, такие данные будут завуалированы, заменены красивыми словами. Если внимательно изучить всю винную продукцию, то можно найти только одно слово, которое выбивается из общих представлений о том, из чего должно быть изготовлено вино. Вместо слова «виноград» вы встретите слово «виноматериал». Для многих это повод насторожиться. Покупая в магазине бутылку вина, многие любители этого благородного напитка, озадаченно смотрят на этикетку и не понимают, почему вино сделано не из винограда, а из какого-то винного материала. Может быть, это и есть порошковое вино? Будем разбираться. На самом деле разбираться тут особо не в чем. Виноматериал – это не что иное, как обычное натуральное вино, сделанное из винограда. Причем классическим способом. Производители вообще виноматериалом называют то вино, которое еще не успели разлить по бутылкам. То есть любое вино в принципе сделано на основе виноматериала. Но вот что важно. На этикетке предписано размещать информацию о том, что вино сделано на основе виноматериала только тем винодельческим хозяйствам, которые сами этот виноматериал не производили. Существует такая практика, когда один завод по той или иной причине закупает виноматериал у другого завода, разливает по бутылкам и выставляет на продажу. Естественно, возникает вопрос, зачем предприятиям закупать готовый виноматериал у своих конкурентов? Все дело в том, что винным заводам, которые расположены в странах, где виноград не выращивают или выращивают только определенные сорта, выгоднее покупать этот виноматериал на других заводах. Таким образом, значительно снижается стоимость готового вина и многократно упрощается процесс виноделия. Мы направляемся в сторону российской границы. Там ежегодно за рубеж отгружаются тонны виноматериала. В Россию, кстати, тоже виноматериала приходит немало. Получается такой своеобразный обмен винной продукции. Правда, во всем этом есть пара нюансов. Качество мигрирующего виноматериала, как правило, ниже того, что производится заводами для собственных нужд. Экспортный виноматериал изготавливают в результате лишь третьего, а иногда даже четвертого отжима винограда. То есть, когда под пресс шел уже частично переработанный виноград, уже отдавший все самое лучшее, что в нем было во время первого и второго отжима. Соответственно, чтобы вино, сделанное из экспортного виноматериала, хоть как-то по качеству соотносилось с обычным вином, в него добавляют различные подсластители, красители и прочие добавки. Такое вино уже ни в коем случае нельзя называть продуктом высшего качества. Именно поэтому во всем мире производителей обязали размещать на этикетке информацию о том, что вино произведено не из винограда, а на основе виноматериала. Вывод из всей этой истории такой. Виноматериал обычно используют там, где нет возможности изготовить вино традиционным способом. Либо по географическим причинам, либо из-за отсутствия техники, либо из экономических соображений. Соответственно, вино, производимое на основе виноматериалов, чаще насыщается различного рода добавками. Поэтому у опытных любителей хорошего вина есть своего рода аксиома. Вино полезнее и вкуснее пить там, откуда оно родом. Итак, мы с вами разобрались, из чего делают натуральное вино и что такое виноматериал. Он не является порошковым вином. А что же тогда порошковое вино? Ответ для вас будет весьма неожиданным. Его не существует. И у меня есть тому доказательства. Отправимся в специальную лабораторию, и я вам их продемонстрирую. Кубанский государственный аграрный университет. Лаборатория, которая нам нужна, находится именно здесь. Мы хотим провести один весьма любопытный эксперимент. Опытным путем сделать из вина порошок. Сразу оговоримся. Изготовить так называемый винный порошок исключительно на основе всевозможных химических элементов просто невозможно. Из вина сделать порошок вполне реально. И это имело бы смысл. К примеру, выгоднее было бы экспортировать порошок из-за рубежа, а не виноматериал. Порошок занимает гораздо меньше пространства, а значит, и перевозить его в сотни раз дешевле. Вместо десяти танкеров в путь отправится всего один. Поможет в нашем эксперименте научный сотрудник Кубанского государственного аграрного университета Дмитриев Владимир Игоревич. Суть нашего опыта в том, чтобы определить экономическую целесообразность изготовления винного порошка. Для того, чтобы превратить исходный продукт в сухой, надо его обезводить. Не выпарить просто, а превратить в сухой порошок при помощи низкой температуры и вакуума. Так называемая процесса леофилизации. То есть мы ставим туда вино, замораживаем и попытаемся лишить вино влаги. Влаги и спирта, естественно, содержащегося в этом продукте. Останутся свихие вещества, красящие, ну, дальше будет видно. Начинаем эксперимент. Для опыта мы подготовили несколько образцов вина. Предварительно оно было заморожено до густого состояния. Приступаем к работе. Снимаем колпак для вакуума. Освобождаем площадку для работы с продуктом. И вносим замороженный продукт, чтобы пальчики не обжечь, на подставочке. Все готово. Можно запускать установку. В данный момент происходит удаление воздуха при помощи вакуумного насоса при сохранении температуры в минус 92. В данный момент. Режим сушки будет проживаться не менее двух часов. Ждем. На самом деле пришлось ждать не два часа, как это предполагал наш эксперт, а целых пять. Откровенно говоря, процесс оказался довольно скучным. Вино высыхало долго, и при этом это было еле заметно. Так что томить мы вас не будем. Перемотаем сразу на конец эксперимента. Да, долго же мы ждали. Пять часов. Как ни крути, пять часов мы это все выпаривали и ждали результата. Ну, вот теперь можно доставать полученные образцы. И что мы получаем, в конце концов, сейчас мы посмотрим. Образцы сушены до сухого состояния. И эти образцы являются так называемым сухим вином. Итак, задача выполнена. Нужный результат мы получили. И теперь можем подвести итоги нашего эксперимента. Ответить на главный вопрос. Выгодно ли производство винного порошка? Если мы посчитаем энергетику, которая потребована на этот процесс, это значит полтора киловатта холодильник до 70, минус 70 и киловатт в час вакуум насоса. Два с половиной киловатта в час. Мы пять часов сушили. Если посчитать эти несчастные 50 граммов, из которых мы сможем сделать 200 миллилитров, стакан вина, то этот стакан вина, я так думаю, будет дороже, чем золотой. То есть получается, что в первую очередь экономически нецелесообразно делать порошок из вина? Абсолютно нецелесообразно. Нет. Этот путь высушивания и так далее, он совершенно тупиковый. Он не используется нигде. Что ж, судя по всему, истории о зловещем порошковом вине на поверку оказались вымыслом. Произвести мифический винный порошок слишком дорого. Это просто невыгодно. Так что придется признать тот факт, что истории о порошковом вине не более чем миф. От всей полученной информации мы можем извлечь много пользы. Теперь во многом нам не стоит опасаться за свое здоровье. И мы знаем, если на этикетке указано, что вино сделано на основе виноматериала, то его качество будет не самым лучшим. Осталось подвести последний итог. Какое же вино все-таки лучшее, сделанное на заводе или созданное в частной винодельне? Знаете, что мы скажем? Если производитель добросовестный, то плюсы будут и у тех, и у других. Так что не перекладывайте на нас ответственность. Приезжайте и решайте сами. Смотрите в следующей серии. Андрей Пи пытается разобраться в классификации вин. Как отличить сухое вино от полусладкого, крепленное от десертового, и какие из этих вин по-настоящему полезны. В поисках ответов на эти вопросы Андрей пойдет на жертвы. И даже на танцы. Автор сценария и режиссер Роман Ганганов. Оператор-постановщик Георгий Орлов. Ведущий Андрей. Текст читал Никита Прозоровский. Конец пятой серии.